Это просто идеальные шансы на упадение Леги. Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать на новую серию по Бравл Старсу. В сегодняшнем видео мы с вами опять будем прокачивать аккаунт Нубасика. На этот раз мы будем прокачивать аккаунт подписчика с ником Тони. У него на аккаунте 6800 кубков, а также у него всего лишь 22 бравлера. Посмотрите на всех его бравлеров. Все его бравлеры фактически прокачаны до 300 кубасов. У него нет ни одного бравлера, у которого было бы 9 уровней силы. Также у него нет звездных сил, гаджетов. И посмотрите, каких бравлеров у него нет. Эмс, Пайпер, Фрэнк, Биби, Тара, Джин, Макс, Мистер Пи, Спайк, Ворон, Леон, Сэнди. Еще 12 бравлеров ему не хватает. Эмс, я думаю, он сам сможет разблокировать, там немного осталось буквально 1300 кубасиков, и у тебя разблокируется новый бравлер. Ну как не может быть Пайпер и Фрэнка? В который раз я встречаю подписчиков, у которых нет Пайпер и Фрэнка? Ну ладно Фрэнка, но Пайпер, камон, это, знаете, такой самый стандартный бравлер в арсенале. Так что в сегодняшнем видео мы с вами будем прокачивать аккаунт Нубасика. Вы поставьте огромный лайкос под этим видео, и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Огромное вам спасибо за вашу безумную поддержку, чуваки. Вы самые лучшие. Ну что ж, давайте посмотрим, что у него в магазине. У него есть особая акция. Ворон Феникс плюс Ворон Боец. Точнее наоборот, Ворон Боец плюс скин Ворона Феникса. Также у него есть по акции очки силы, 150 единиц. Гаджеты, гаджеты. Немного опыта на бравлеров. Куча разных скинов. Кстати, скоро тренер Майк разблокируется. Ну что ж, давайте мы ему с вами задонатим 2000 гемасиков, и посмотрим, что из этого выйдет. Плюс 2000 гемов. Так, давайте мы вначале купим Ворона по акции. Даже не знаю, стоит ли покупать Ворона Бойца. Он стоит 500 гемов. Это очень дорого. Ладно, давайте мы с вами начнем с больших ящиков. Потом будем открывать мега ящики. И посмотрим, что из этого получится. И если мы с вами не выбьем новых бравлеров, и у нас останется 500 лишних гемов, то тогда мы с вами обязательно купим эту акцию. Она никуда не денется. Сколько она еще будет действовать? Ну-ка, 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 ну-ка. О, еще один день и 22 часа. Ну что ж, давайте начнем с мега ящика. Почему бы и нет? Открываем первый мега ящик. Выпадает 5 предметов. Не повезло, как говорится. Минус 80 гемасиков. Но для старта мы с вами открыли этот ящик. По шансам у нас Лего 0.9, Мифик 0.26, Эпик 0.57. Ну, в принципе, все по стандарту. Также гаджеты по 2%. Так, открываем большой ящик. И нам ничего отсюда не выпадает. Давайте мы сейчас фастиком будем открывать эти большие ящики. И будем периодически чередовать. То есть открываем 10 больших ящиков. И если ничегошеньки не выпадает, то мы с вами открываем один мега ящик. Тактика простая. Ух, ребятки, ребятки, что нас сегодня ждет? Что-то мне подсказывает, что выпуск будет действительно интересным и напряженным. Потому что пока что ничего не падает. Вообще ничегошеньки. Опа-на! Нам выпадает гаджет. Гаджет на булла. Сочный стейк. Стоп, я, кажется, мог купить этот гаджет. О, нет. Нет, нет, нет. Только не это. Ну, елки-палки. Ладно, следующий большой ящик пошел. Открываем большой ящик. И ничегошеньки не выпадает. Очередной большой ящик. Ииии, к сожалению, опять ничего не выпало. Как так-то? Я думал, что нам сегодня повезет. Какая-то прокачка нуба, если нам ничего не выпадает. Двенадцать бравлеров! Елки-палки! Тут должно падать только так вот. Вот как семечки эти бравлеры должны выпадать. Ладно, я очень надеюсь, что за этот выпуск нам хотя бы один бравлер выпадет. Хотя бы один. Такое должно произойти рано или поздно. Если мы выбьем Пайпер за этот видос, то выпуск уже удался, потому что мы выбили стандартного бравлера, который всегда должен быть у вас в арсенале. И тем временем мы уже с вами потратили 500 гемасиков. С 500 гемов один гаджет. Просто прекрасно. Лучший выпуск на планете. Самый выгодный обмен. А прикиньте, если нам сейчас выпадет какая-нибудь лего, типа ворона какого-нибудь, которого мы могли купить с вами за 500 гемов, это будет так тупо. Я очень разозлюсь и очень сильно разочаруюсь. Так, у нас осталось 1300 гемов. Ладно, давай, мы еще открываем с тобой пять больших ящиков и открываем один мегаящик сразу же. Раз, два, три, два сияющих предмета. Брок, гаджет, реактивные кроссовки. И, да ладно, нам выпал леончик, нам выпало лего. Чуваки, нам не выпадает эпик, нам выпадает лего. Это просто идеальные шансы на выпадение лего. Итак, за этот видос как минимум две лего мы сможем с вами получить. Это ворон и леончик. Посмотрим, сможем ли мы получить обычных бравлеров. Но то, что мы с вами леона выбили, это очень странно. Если честно, на моей практике такое впервые, потому что, ребят, вы посмотрите. Четыре мифика, три эпика, три леги. Ну, здесь полюбасу не должна выпадать лего, но нам выпало лего. Это так странно. Так, окей, большие ящики. Продолжаем открывать большие ящики. И если я не ошибаюсь, то мне впервые в жизни из большого ящика выпало лего. Это очень и очень странно. Ладно, окей, это будет действительно интересно. Но, как минимум, одного бравлера мы уже выбили. Я уже доволен. И теперь могу сказать со спокойной душой, что мы можем спокойно открывать ящики до конца. Так, ну все, я вроде как пооткрывал там больших ящиков. Теперь можно опять мегаящик. И опять это было бессмысленно. Ну, хотя бы опыт получили. Плюс с мегаящиков мы получаем достаточное количество монет, чтобы сделать небольшую прокачку. Так, ребят, давайте мы Шелли апнем до девятого уровня силы. Да, чтобы звездная сила выпала на Шелли. Кого мы еще можем прокачать? У кого еще высокий уровень силы? Ну, есть Кольт, у которого шестой уровень силы. До седьмого можем апнуть. До восьмого и до девятого еще далеко, конечно. Эль Прима. У него шестой уровень силы. Давай до седьмого апнем. Ну и у нас почти что закончились монетки. У нас осталось 512 монет. На эти 512 монет мы можем апнуть Дерила. Почему бы и нет? На один левел. Так, чисто пятый уровень силы. Можем Джеки пару раз прокачать, кстати. Да, прям вот на совсем последние деньги. И еще 150 монеточек. Может быть какого-нибудь мега слабого бравлера. Типа восьми бита, да? У него третий уровень силы. Четвертый уровень апнули. Осталось всего лишь 82 монетки. Учитесь экономно тратить свои монетки. Кстати, можем Поко потом вкачать. Смотри, тут 222 монеты. Плюс 111 очков опыта. Ну и плюс 29 гемов. И мы получаем 150 очков силы. Кстати, может быть, может быть мы сейчас с вами прокачаем кого-нибудь. Хм, можем Ниту вкачать. Давай Ниту вкачаем. Нита получает 150 очков. И там совсем немного не хватает до next level. Так, ну что ж, продолжаем открывать большие ящики. Ребятки, мы должны с вами выбить еще Пайпер за этот видос. Я думаю, не стоит открывать фастом эти ящики. Что-то мне подсказывает, что когда ты быстро открываешь ящики, бравлеры куда-то улетучиваются быстренько. Вот когда я медленно открываю ящики, тогда мы можем с вами выбить и гаджеты, и звездные силы. Вот когда фастом открываешь, вообще не везет. Это чисто формил его шансов. Там как бы, если у тебя есть несколько десятков тысяч гемов лишних, вдруг, неожиданно, да, где-то у тебя завалялось, то тогда, да, есть смысл так фастом открывать. Потому что ты не получаешь эстетического удовольствия от открытия этих ящиков. А так я открываю. Смотрю, как вот-вот откроется этот ящик. Смотри, тыкаю по нему и опа-на! Смотрю на количество предметов, три предмета. А что это там у нас? А это у нас кристаллы. Три кристалла. Давай мегаящик откроем. Пять предметов. Да как так-то, а? Почему мегаящики стали такими невезучими? Я помню, раньше открывал мегаящики, и оттуда только так выпадали эти бравлеры. Ты всегда знал, что если ты откроешь мегаящик сейчас, то тебе сто процентов оттуда что-то выпадет интересное. А сейчас что-то все как-то, ууу, скатилось. Ладно, давай купим опыт на Поко. Купим опыт на Мортиса. Мортиса даже один раз можно будет апнуть вместе с Поко. Поко мы улучшаем, но монеточек не хватает. А вот на Мортиса, как думаешь, хватит монеточек? Я думаю, хватит. Да, давай Мортиса вкачаем. Хобана! Шестой уровень силы у Мортиса. Вот так прокачка, да? Как минимум, несколько бравлеров мы прокачали, это уже неплохо. Давай дальше, большие ящики открываем. Вот гаджет выпадает на кольта. Нормально. За столь долгое время получить гаджет один. Ну, благо ли он и выбили. Как бы, это уже радует. Не знаю, вот сейчас есть смысл потратить наши гемы и получить ворона по акции, да? Как бы снизить свои риски. Но что, если вдруг с этих 550 гемов сейчас выпадет сразу два бравлера? Каких-нибудь эпика. И мы зря купили ворона. Я считаю так. Если у тебя есть возможность получить двух эпических бравлеров, либо одного легендарного бравлера, то выбирай, конечно, эпиков. Потому что у тебя нет эпиков, камон. До Легии ты еще успеешь дойти. Этого ворона ты еще тысячу раз успеешь получить. 56 на эпиков. Ну, елки-палки. Давайте эпики, выпадайте. Окей, идем на эпиков. Хорошо. А потом мы с вами немножечко задонатим и, возможно, купим ворона. Эль Прима, гаджет, протеиновый коктейль. Нам в каждом выпуске выпадает гаджет на Эль Прима. Это забавно. Фууу. Нужно растягивать удовольствие. Мы максимум еще можем 15 ящиков открыть. Ну, 16. Вот от силы. Три предмета. Давай. Бравлер. Какой-нибудь эпический. Вы можете выдать нам Фрэнк. С потрохами. Фрэнк и Фрэнк. Фрэнк и Фрэнк. Здесь будет Фрэнк. Нет, Фрэнк и не будет. Я знаю, что если тебе выпадает большое количество монет с большого ящика, то 100% там валяется Бравлер. 48 монеточек. Не, ну видите, здесь ничего не будет. Может быть, я зря решил это сделать. Все-таки могли ворона купить. А сейчас мы даже Бравлера не получим. И получится, что я сам себе все зафейлил и потратил кучу гемов просто зря. Хотя мог их обвинять на какие-нибудь монеты, например. Да, мы могли с вами получить 2600 монет. Вот прямо сейчас их можем получить. Открывать дальше ящики, либо получить на 23% больше. 2600. Ну вот, ребят, я не знаю, как мне поступить. Давай подумаем. Если с мегаящика выпадает в среднем по 400 монет, то сколько мегаящиков мы сможем открыть? Как минимум 5 мегаящиков. А, нет. Мы сможем открыть всего лишь 2 или 3 мегаящика. Хм. Ну, очевидно, что лучше, конечно, купить монеты. Вот так неожиданный поворот. Либо потратить 140 гемов, получить на 14% больше. Но 1200. Купаем 1200. О май гад, что происходит? Так, получили 2000 монеточек. Так, у нас теперь 2000 монеточек. Ну и давай, большие ящики. Дооткрываем до конца. 48. Ну, елки-палки. Я жду, не дождусь того момента, когда выпадет 80 плюс монет. Давай, в левый глаз тыкаю. Опа. 50 монеточек. Бонус выпадает. Кристаллы. Окей. На дополнительный ящик, может быть, нафармим. Не факт. Но, может быть, получится. Если нам сейчас хорошенечко выпадут гемы. Так, давай тыкнем на носик. Опа. 115. Вот сейчас будет мигать что-то. Смотрите. Нет, не мигает. Это все миф. Ах ты, блинский. И даже бонусов не будет. Зато 115 монет получили. Это ж так круто. Последние 30 гемов, ребят. Последнее нажатие. Последнее открытие. Делаем ваши ставки. Выпадет, не выпадет. Я думаю, что ничего не выпадет. Открываем. 81 монеточка. Очки силы на кольта. Очки силы на ниту. И, к сожалению, нет мигающего предмета. Нам выпадает опыт на Дэрила. Мы с вами потратили все гемы. У нас осталось 25 гемов. Не хватает немного до особой акции. Всего лишь там 460 гемов плюс. Ладно. Стоит ли нам донатить или нет? Даже не знаю. 950 еще закинуть, это будет слишком жирно. Хотя, с другой стороны... Ладно. Давай 950 закинем. Ребят, чисто ради контента. Я сейчас делаю это. Трачу свои деньги. Ребят, поддержите этот видос обязательно лайком. Давайте попробуем собрать 60 тысяч лайков под этим выпуском. Прямо сейчас. Каждый, кто смотрит этот ролик, поставьте лайкос. Ребят, вот давайте так. Количество просмотров должно равняться количеству лайков. Изи пизи лаймон сквизи. Так, ну что ж. Опа-на. Плюс 950 гемасиков. И покупаем с вами акцию с вороном на 1499 гемов. Ааа, это очень много. Ладно, покупаем. Окей, была не была. 470 гемов у нас осталось на аккаунте. И это равно 15 ящикам. Можем еще монеточек купить. Давай докупим еще монеток 1200. На всякий случай. Потому что что-то мне подсказывает, что мы просто сольем зря гемы. И открываем с вами ящики. Итак, выпадает 66 монеточек. Ничегошеньки не выпадает. И еще один большой ящик. Зря я открывал мега ящики. Очень зря. Суперселл, сделайте, пожалуйста, что-то с этим. Если вы смотрите мой ролик, ну реально, ребятам не везет. Вот прям безумно не везет. Как так-то вообще? 0,58 на эпика. Просто нереально огромный шанс. Сейчас еще есть вероятность того, что нам выпадет звездная сила. Это будет полный облом. Я просто ни разу такого не видел, чтобы после звездной силы выпадал сразу же новый бравлер. О май гад. Если выпадет звездная сила, то это полный облом. Если вообще хоть что-то выпадет. Ну же. Ну же. Мигающий предмет. Ладно, давай так. С закрытыми глазами я сейчас это делаю. Закрываю глаза. Открываю большой ящик. Раз тыкаю. Два тыкаю. Там есть что-то мигающее? Нет. Вот отстой. У нас есть еще три попытки с закрытыми глазами открыть эти ящики. Закрываю глаза. Раз. Два. Три. Ооо, да ладно? Пожалуйста, хоть бы не звездная сила. Прошу вас. Да! Мы получили этого засранца. Мы получили Фрэнка. Третий из пяти бойцов. Ну наконец-то. Ну хоть под конец выпуска. Хм. А что если сейчас Пайпер под конец выпуска выпадет? Так. Закрываю глаза. Опа-на. Раз. Два. Три. Парис. Не, ну тут шансов конечно нет. Потому что мы только что получили Фрэнка. Последний ящик, ребята. И... Та-дам! И да, мы ничего не убиваем, зато получаем кристаллов немножечко. И у нас теперь есть монеты. Зато. Это тоже очень хорошо. Мы можем прикачать ему и Динамайка. Мы сейчас половину бравлеров можем топово прикачать. Динамайка сразу до седьмого уровня силы бахаем. Бо сразу бахаем до седьмого уровня силы. А, нет, не можем, опыта не хватает. Ниту вкачиваем с вами до восьмого уровня силы. Вкачаем Пэм. У нас еще две тысячи монет. Не, ну это прям очень круто. Можем пока разочек вкачать до седьмого уровня силы. И гаджеты ему разблокировать. Пенни давай вкачаем. Я знаю, братан, ты играешь за Пенни. Все играют за Пенни. Тика давай вкачаем. Ну, это непонятно зачем. Теперь давайте прокачаем Розу. И вроде как тут не осталось бравлеров, которых можно прокачать. Хотя нет, вот Леон. Леона можно сразу до четвертого левела. А, Би, давай разочек апнем. И, в принципе, мы можем прокачать только Джесси. Это последний бравлер. Мы прокачали всех бравлеров. Вообще всех. Ну, конечно, не на максимальный уровень силы. Но все же, я считаю, что выпуск получился очень даже неплохим. И если вы тоже так считаете, то прямо сейчас поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос. Блейд time.